Делаю вдох, пахнет чекмейт. Рустех представил на авиасалоне Дубая прототип российского истребителя пятого поколения и одноимённый парфюм. Почему первая зарубежная презентация самолёта прошла именно в Эмиратах и как, по мнению наших слушателей, должен пахнуть истребитель. На международном авиасалоне в Дубае представили российский истребитель пятого поколения. Это первая зарубежная презентация самолёта и в Эмиратах она прошла не случайно. Наша страна рассчитывает на этот рынок, заявил глава Минпромторга Денис Монтур. В то же время до получения заявок истребителю предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины, отметил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Пока публике представили лишь прототип самолета под названием «Чекмейт». Вот как прошла его презентация. Свой первый полет истребитель пятого поколения с одним двигателем, как ожидается, совершит в 23-м году. К авиасалону Дубая Ростех выпустил и «Духи». Чекмейт аромат для тех, кто управляет игрой, говорится в ролике на официальном YouTube-канале Госкорпорации. Парфюм выпущен ограниченной серии. В дизайне флакона можно угадать лопатки самолетных турбин, а на колпачке шахматного коня. О том, насколько удачна идея подобного маркетинга и как должен пахнуть истребитель, мы спросили у слушателей «Бизнес.ФМ». Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства BNC Agency. Довольно интересная идея, потому что сейчас такое время, когда привлечь внимание к любой продукции довольно сложно. Такие нестандартные ходы, они как раз способны привлечь дополнительное внимание. И странность и необычность сочетания, она как раз способствует проявлению интереса. А чем они могли бы пахнуть, на мой взгляд, это какие-то такие. Национальные запахи, например, хвоя, федор, что-то напоминающее о том, какая у нас замечательная тайга. И мне кажется, отличный маркетинг-угольход. Ну, то есть, как связан с быхи истребителем, да, казалось бы. Виктор Майклсон, глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения «Слоуфуд Улитка». С точки зрения брендинга, это абсолютно бессмысленная затея, потому что основная идея, заповедь, не выходить за рамки характеристик продукта. Если бы они выпустили бы квадрокоптер, например, под таким же брендом, или даже на автомат-пулемет, то это, может быть, имело бы смысл. А парфюм может рассматриваться исключительно как такой новостной повод. Вот русские чего учидили, вообще ничего не соображают, они к своему самолету еще и парфюм выпустили. Чем должен пахнуть парфюм? Появилось какое-то время назад, и Комме-де-Карсон с этим экспериментировали. У них были ароматы химчистки, ароматы перегретого асфальта и так далее. Поэтому вполне можно что-то сделать с запахом машинного масла, чего-нибудь еще такого машинного, но при этом достаточно чистого. Может получиться что-то симпатичное, но основному продукту бренда это никак не поможет. Мария Молчанова, парфюмер, автор бренда «Мэйми». Я бы делала аромат нагретого металла, огня, горячего воздуха, альдегидов, кожи, возможно, страха, то есть это какие-то животные парфюмерные ноты. Для меня бы это пахло так, такой техногенно-анималистичный запах. Это хайп, очевидно, и после истории со Сбербанком, там в апреле Сбербанк хотел сделать аромат денег, это была шутка первоапрельская. Сейчас я уже смотрю на это все с точки зрения технической работы, именно парфюмерной. Но, конечно, это весело, забавно, это маркетинг, и это сейчас работает. В последние годы повысился спрос на все это. Авиасалон Дубая продлится до 18 ноября. Кроме нового истребителя, Россия представляет там 6 образцов вертолетов, зенитную ракетную систему «Витязь», комплекс «Абаканы», беспилотники. В летной программе будут задействованы среднемагистральный лайнер МС-21-310, Суперджет-100, салоном «Аурус» и другие машины. Запланировано также выступление пилотажной группы «Русские Витязи» на истребителях Су-30.